В честь года театра, который в России объявлен в 2019 году, в Центре досуга Дроздова проводят многочисленные мероприятия, посвященные актерскому искусству. Так, например, в этот раз состоялся открытый конкурс чтецов под названием «Родное слово». Такие конкурсы проводятся, во-первых, для того, чтобы каждый ребенок мог себя проявить, проявить в данном случае в художественном слове, в данном случае стихотворение, показать всю глубину души, как вот в таком маленьком стихотворении этот маленький ребенок может показать свой актерский, свой человеческий диапазон, как он понимает сейчас этот мир. Мне нравится участвовать в таких конкурсах, потому что, как сказать, потому что большое помещение, жюри, это прям как будто все профессионально. В этом конкурсе всех участников объединила одна общая военная тематика. Несмотря на свой юный возраст, детям удалось осмысленно передать содержание рассказываемых стихотворений. Подготовка к конкурсу чтецов – процесс долгий и основательный. Особо много времени занимает поиск подходящего произведения и работа над дикцией, что немаловажно. И, конечно, выбор костюма. Ведь внешний вид актера играет большую роль. Один из конкурсантов, Михаил Авдеев, рассказал о том, как проходила его подготовка и кто ему в этом помогал. Стелются черные тучи. И мама меня учила по форте и пьяно. Громко и тихо. И мама говорила, в каком моменте мне надо тихо, а в каком громко. Юных чтецов оценивала компетентная жюри. Профессиональные актеры, режиссеры и педагоги внимательно слушали каждого конкурсанта, отмечая в своих бланках плюсы и минусы выступающего. Например, для Евгении Мавриной главный критерий – это не дикция и даже не костюм участника, а его эмоции. В первую очередь всегда смотришь на душу, во-первых, и на глаза человека, который читает стихотворение. Понимает, о чем он говорит или нет. Это самое важное. Если ребенок с горящими глазами осознанно говорит, произносит эти слова, душу в это вкладывает, и ты видишь, что он понимает, о чем говорит, то здесь никакие другие критерии оценки не срабатывают. Пришло время награждения конкурсантов. Вначале определили того, кто был достоин приза зрительских симпатий. Каждый смог отдать свой голос за понравившегося участника. В итоге приз взял Максим Вавилов. А после члена жюри назвали сразу нескольких счастливчиков, вошедших в первую тройку победителей. Ну а главный приз гран-при получил Александр Макаров. Всем другим участникам вручили памятные дипломы.